Девушки отдыхают 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 И поэтому мы хотели бы с вами провести вечер, то есть звонят, предлагают там сходить с кем-то в сауну, с кем-то там. Я вообще просто, я говорю, я не понимаю, откуда у вас такая информация. Но в этих желаниях ничего ведь зазорного нет. Вы, девушка, видная, почему же вы с таким негативом относитесь к таким звонкам? Нет, вы понимаете, я не хочу ни с кем знакомиться, поэтому для меня эти предложения настолько, ну, неприятны, можно так сказать. И в последнее время, то есть звонки стали поступать не только на домашний, но и на мобильный телефон. Мне пришлось сменить номер, но, как оказалось, в интернете очень быстро обновилась информация, то есть на новый номер опять-таки стали поступать какие-то звонки. Ирина, а зачем тогда нужно было, вопрос первый, напрашивающийся сам собою, зачем тогда нужно было размещать фото на сайте знакомств? Это ведь штука очень коварная. Разместила, а теперь рвешь волосы на голове. В том-то и дело, что я вообще не понимаю, откуда появилась там моя фотография, потому что те фотографии, которые были размещены, они были у узкого круга людей. Я не думаю, что кто-то посторонний мог разместить эту фотографию, то есть только свои. А свои? Свои, то есть это конкретно, когда мы ездили на гастроли с нашей группой, с 17, мы фотографировались на пляже, и поэтому только фотографии были только у солисток у наших. Так жалко, что у меня не было на этих гастролях. Я не наблюдал из 17. Вы знаете, какие-то девчонки? Девчонки какие-то. Там были звонки с предложением руки и сердца, например. Вот кто-то влюбился и предлагает руку и сердце. Полно. 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 Это был я, реально. Я предлагал. Я предлагал, а меня послали сразу же. Разговор со мной длился секунд семь, не больше. Я шесть секунд употребил на предложение, а Ира одну секунду на посылание. Поэтому у нас состоялся настоящий душевный разговор. Это был я. А скажи, пожалуйста, вот они предлагают, они представляются, говорят, мы бизнесмены, политики. И что в таких случаях говорили? Были разные звонки. Некоторые просто как бы, ну так, поржать, грубо говоря, звонили. Типа хихиха-ха, тролли, валли, что такие за дела, пойдем потусуемся. Это был точно не я и никто из этой аудитории. Кто же тогда? Дамы и господа, я хотел бы, чтобы эта история получила развитие с подачи мастера спорта по стрельбе глазами, чемпионки по отбиванию мужчин, обратите внимание, к свахе по призванию. Призываю сюда Юлю, участницу группы С-17. Ну, на самом деле, я слышала весь ваш разговор, и я просто возмущена тем, что меня представляют как сваху. На самом деле, это не так. Девушка, которая сидит напротив меня, я к ней очень хорошо отношусь, мы работаем в одной группе, я ее очень люблю. Но была ситуация такая, что Ира сама попросила меня помочь ей в этом деле. Ты хочешь сказать, что это ты в интернете дала мою фотографию? Я думаю, что ты об этом догадывалась, потому что ты просила именно меня. Или ты еще кого-то, может, просила? Я просила в интернете разместить мою фотографию? Юля, Юля! Ты не просила конкретно в интернете, там, в заборе. А расскажи, пожалуйста, по-человечески, все мы люди в студии, кроме меня, все понимаем, все мы понимаем на обычном эмоциональном уровне такие вещи. А скажи, пожалуйста, когда она просила, как она это обосновывала, с какой целью она просила тебя разместить? То есть ситуация такая, хорошо, я объясню, чтобы меня не считали каким-то монстром, свахой, сводней и так далее. На самом деле ситуация очень плачевная. Очень. Ире не хватает, так скажем, мужского общества. В общем, как? У Иры просто не было никакого опыта. Чего? Сексуального. Юль, ты знаешь, я бы узнаешь, что я тебе сказала. Ты знаешь, Юля, я сейчас ждал реплику. Ты знаешь, какой у меня есть опыт? Но Ира не сказала про это, она деликатно обошлась. Значит, Ир, Ир, мы дадим сейчас Юле высказаться, а потом мы устроим пикировку, пожалуйста. У нее не было сексуального опыта, у нее нет парня. Понимаешь, как вот, Даша, вот мы сидим где-нибудь, да, в каком-нибудь кафе, заходят какие-то ребята симпатичные, да, но мы сразу-таки с девчонками, о, там какие мальчики, то есть все, ну, понимаешь, ну, женские дела, да. Ира тоже такая, о, как мне нравится вон тот с голубыми глазами. Мы говорим, ну, она говорит, все, сейчас умру. Ну, извини, ну, просто я рассказываю, ну, вот. Мы говорим, а что ты стесняешься, подойди, познакомься. Да, что мешало, собственно говоря. Скажи привет. Ну, грубо говоря, спроси, сколько время, да, ну, 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 как это делают, ну, что тебе объяснять? Она такая, я? Да вы что? Просто, я не знаю, я не хочу, конечно, обижать, но мне кажется, это фобия. А с фобиями нужно бороться, понимаешь? Согласен с тобой. Нужно себя ломать. Согласен с тобой. Потому что ты, да, 30 лет в девушках не проходишь. Во-первых, ну, Атар, скажи, это вредно для здоровья, да? Скажи. Это просто, это, ну, ненормально. Ну, здесь есть много заботчинных, они подтвердят. Они подтвердят, согласен с тобой абсолютно. У тебя самой и у остальных девчонок есть молодые люди? Да, у нас есть. Если я прослушал этот момент, есть у вас все? Да, молодые и немолодые всякие. У меня есть пятеро молодых и восемь не очень. Нет, ну, что касается меня, да, мне нравятся мужчины с опытом, мне нравятся мудрые, харизматичные, ну, понимаешь. Я в детский сад там это, нет, не то. Но ты категорически вот в контексте этой истории отрицаешь свою роль как свахи, да? Да, я отрицаю. Ты сделала это по просьбе? Я сделала это по просьбе, и Ира знала, что это сделала я, потому что она меня лично просила. Если это уже, я не думаю, что у тебя склероз в таком возрасте вдруг обострился как-то. Юль, я так понимаю, что на руках у нас этого фотодокумента нет, который бы я с удовольствием после съемки отнес гримерку и пристально бы рассматривал. Да, на самом деле объявление было не пошлым. Не пошлым? А она на Гишон на этом фото? Нет, она в купальничке такая сгорелая, хорошенькая, ну, сам понимаешь. Ее смущает только одно, я понял из ее рассказа, ее смущает только одно, что за этим воспоследовали звонки с содержанием ее морально не устраивавшим. Все звонки были на одну тему. Пойдемте, совокупимся, и все у нас будет сладко. Ну, я не знаю, может быть, это какие-то дегенераты так это восприняли, если увидели красивую девушку с указанными параметрами. Вот почему я говорю вам, что интернет – это зло. Считайте меня мракобесом воплощением той самой атодоксальности, за которую мне нужно отрезать детородный орган. Мы призываем сюда, на площадку грузинского КГБ, в ток-шоу «Большой куш» третью участницу группы, вышеназванной. Гроза иностранных спонсоров. Специалист по звездным болезням, шаровая молния Елена. Елена. Да. А почему это мои старшие и младшие товарищи сопроводили твое появление такой характеристикой – гроза иностранных спонсоров? А, гроза иностранных спонсоров? Ну, как бы это я сейчас попозже расскажу. Вообще, на самом деле, я не понимаю, что здесь происходит. Ир, ты сама нас просила об этом. И мы как… Двое против одной уже. Все, Ир, тучи сгущаются. Дальше. Нет, как бы я понимаю, что на тебя навалились эти мужики, но ты сама просила нас, чтобы мы тебе помогли. Просто мне кажется, что сейчас такое разыгранное кокетство со стороны Иры. Потому что, если ей хотелось бы прояснить ситуацию, она могла бы это сделать, грубо говоря, дома или на репетиции. Зачем нужно было приходить сюда и вставлять нас в таком… Как просто дур. Перед камерой… Во-первых, Юрий, я могу тебе повторить то, что я не знала, кто это сделал, понимаешь? Я пришла разобраться. Если ты просила меня пойми, если я прошу тебя пойти в магазин, а потом говорю, откуда появились огурцы, ну, извини, я же… Резонно, резонно, Ира. Я вот, я хочу Лену попросить продолжить на тот предмет, что Лена также, также подтверждает, что твоя просьба имела место. Не могут же две твои соратницы по группе лгать так беспардонно, глядя и мне, и в камеры, мне в глаза и в камеру. Продолжай, пожалуйста, Лен. Ира обратилась с просьбой. Да, обратилась с просьбой, чтобы мы, ну, как вот к Юле обратилась ты, чтобы она дала какое-то объявление в интернете. Да я не говорила, чтобы она дала объявление, это чушь вообще собачья. А лично я для тебя уже нашла очень хорошего молодого человека. А ничего, издеваетесь? Спасибо, что ты выполняешь все мои просьбы. Спасибо. Сейчас она предварит моё знакомство с тобой, ещё более короткое. Конечно. Лесной характеристикой. Продолжай, пожалуйста. Продолжай. Он безумно в тебя влюбился. Вот. Ну и что дальше-то? И он богатый. Я не хочу ни с кем знакомиться, ты пойми. Если я вам говорила что-то, знаешь, между нами девочками, когда мы там гуляли, там где-то в кафе сидели, это ещё не означает то, что... Подожди, может, мне девушка познакомит тогда? Мы решили тебе помочь, как подружки. Может, девушку тогда познакомить? Ты знаешь, Юль, то, что я, допустим... Сейчас хорошо. То, что я, допустим, не могу подойти сама, да, познакомиться, допустим, то, что я, у меня как-то скромность мне не позволяет, это не означает то, что мне нужно повсюду искать молодых людей. Ну, я вообще не понимаю, девчонки... Почему повсюду? Это не повсюду, Ириш. А скажите мне, а Ира не отличается неровностью в поведении? Может, она нестабильна в смысле отношений к себе и к вам? В неё влюблена тьма мужчин? Это не сказывается на её том, чего у меня нет? Называется мозг. На болезнь звёздную ты намекаешь? Три перемены произошли, немножко человек зазвездился. То есть неадекватно оценивает свои возможности. Я, конечно, как бы не хотела... А в чём это выражается, Лен? В чём это выражается? Нет, понимаешь, Ириш, я к тебе хорошо очень отношусь, но ты должна знать, что со стороны вот так вот это всё выглядит. В чём это выражается? Ну, например, допустим, мы едем на гастроли, а на гастроли нужно поехать на поезде. Она начинает там, почему не на самолёте, почему продюсеры не могут взять билеты, что это такое. Но это не означает, что это звёздная болезнь, понимаете, девчонки? Если я предлагаю лететь на самолёте, это не означает, что я одна полечу. Я же ради блага всех, понимаете? Мы же все туда полетим. Во-первых, это сэкономит нам время. Ну, хорошо, например, ты опаздываешь... Какой-нибудь другой пример. Она ответила на это. Какой-нибудь другой пример её проявления звёздности. Ты опаздываешь на репетицию, тебе хрегов говорит, Ира. Время. Почему опаздываешь? Ты говоришь, скажите спасибо, что я вообще здесь. Вот я, единственный мой недостаток, я не умею участвовать, и слава тебе, Господи, с одной стороны, в женских диспутах. Я не знаю, куда себя деть, потому что, во-первых, а, логика не подвластна моему тощему грузинскому уму, б, я не знаю, когда начался спор, потому что он не имеет разрешения. Я возвращаюсь к реплике Лены о том, что она, желая подруге добра, нашла ей какого-то комнатного орла. Кто это такой? Он не комнатный орёл. Богатый человек. Хочет тебя забрать с собой. Куда? Он должен предложить тебе... Сейчас, спокойно. Богатый человек. Богатый человек. В Москве уже всё не гоже, может, тебе в Голливуд, ты ж жена сета, блин. Он хочет сделать тебе очень серьёзное предложение. У меня такое ощущение, что они просто завидуют, знаете, вот у них есть, наверное... Вот видишь, ты уже стала капризничать на глаза у всех, а? Я не капризничаю, просто я пытаюсь объяснить. Если нашла, они нашли тебе... А скажи, пожалуйста, а что значит глагол «забрать» её? Забрать куда? Вот, мне хотелось, чтобы меня уже... Он, вообще, он из России, но живёт в Америке. И занимается продюсированием. А меня интересует, что такое за глагол «завидуют». Прости, мы что, какие-то напомоги, что ли, нашедшие тебя? А что это была за фраза, что мне в Москве уже достаточно тело? Ты сказала, что я хочу на самолёте. Нет, Москва — это хорошо, но Голливуд пойми, это выше, это лучше. Юль, давай не будем разбирать наши личные вещи, потому что я про тебя тоже многое могу сказать. Я не собираюсь этого в эфир вносить. Конечно, хорошо, что ты про меня не захочешь. Я хочу спросить у двух сидящих напротив Ирины, как оказалось совсем недавно, подруг по группе С-17. У вас обеих, хочу спросить, а может ли быть хотя бы намёк на то, хотя бы намёк на то, что вы видите в Ири свою конкурентку? Нет, нет, не в конкуренте. И хотите выжать её из группы? Мы, в принципе, мы не располагаем такими средствами, чтобы выжать кого-то из группы. У нас есть продюсер. Так что это на самом деле глупо такое даже предполагать. Подождите, я устрою и это рандеву в том числе. Я, Атарик, к сожалению, Кушанашвили, первый борец с интернетом, который иногда употребляется во зло кое-кому из живущих Российской Федерации. Приближаю вас к таймауту. Таймаут у нас заполнен чем, моя милая аудитория? На канале СТС. Я предлагаю тебе завоевать весь мир. Ты будешь лучше, Бритни Спирс, ты будешь лучше, Мадонна, ты будешь первой. Тебе нужны деньги. Я принёс небольшую часть твоего капитала. Вот деньги, вот возьми деньги. 50 тысяч долларов. Деньги, деньги. 200 тысяч. Чем я тебе не нравлюсь? Посмотри, я красавчик какой. Забирай меня в Америку. Чего продюсер не нравится ему? Что же дела вообще? Нашу героиню Ирину достали иностранные женихи. Она обвиняет свою подругу Юлю в том, что она разместила её фото на сайте знакомств без её согласия. Юля утверждает, что сделала это по её просьбе. Другая её подруга Лена, опять же из лучших побуждений, нашла ей жениха-спонсора. Ирина отказывается от заморского принца. Это ток-шоу «Большой куш» на канале СТС. Ей-богу, будь моя воля, и не было бы этих жёстких контрактных обязательств, я бы разрешил спор элементарным, сермяжным способом. Увёз бы Ирину. О, куда бы и как бы я её увёз. Но она со мной ехать не хочет. Сейчас мы призываем сюда человека, которого какой-то придурок назвал золотыми мозгами Голливуда. Почётным членом Таджикской киноакадемии. Мастером чёрного пиара и крёстным отцом. А теперь уже понятно, Бритни Спирс. Всё внимание на нового гостя. Василий! Василий, по отношению к тебе было употреблено слово «спонсор». Хоть какая-то правда в таком статусе есть в отношении к тебе? Да, конечно, конечно. Позволь, я скажу. Я живу в Соединённых Штатах Америки, хотя родился в городе Москве. Там у меня свой, пардон, свой бизнес. И помимо бизнеса я занимаюсь музыкой. Я пишу хорошую музыку. И с недавнего времени я являюсь и продюсером новой восходящей звезды Ирины. Я увидел её в интернете. Тебя, тебя. Продюсером моим? Да, продюсером. Насколько я знаю, нас у всех один продюсер. Погоди, солнышко моё, подожди. Дело в том, что я увидел её фотографию в интернете. В интернете. И я полюбил её всей душой и сердцем. И то, что Ирина называет второй Бритни Спирс, как это может быть? Она недостойна этого. Почему вторая? Ирина, ты хочешь быть второй? Что такое вторая Бритни Спирс? Ты должна быть первой Ириной. Дайте мне три года. Три года. И она займёт первую премию на Евровидении. Дайте мне четыре года. И она возьмёт премию Грэмми. Дайте мне пять лет, и она заменит Атарико в ток-шоу «Большой куш». Без проблем, Атарико. Дело в том, что... А почему такая уверенность? Ты же увидел просто фото, ты, может быть, не имел представления о её вокальных возможностях. Почему? Красивая девушка, я понимаю, на сайте знакомств. И откуда такая уверенность, что она уроет Тони Брэкстона? Откуда? Её энергетика фотографии пленила меня. Я чувствую. У меня есть чувства. Но для того, чтобы сделать вот за такое, скажем, краткость, у меня удивившее время её суперзвездой, нужны деньги. Деньги. Большие деньги. Деньги для меня это не проблема, это раз. У меня большие связи в Америке, большие связи в Голливуде. С ней будут работать лучшие люди. Ты понимаешь это, Ирина? Я вообще не собираюсь ничего понимать. Ирина, почему ты с таким неприятием относишься к этим словам? Может быть, в них есть правда, и тебе сулят золотые горы? Почему ты отвергаешь с порога и смотришь изумлённо на продюсера? Я не хочу просто никуда уезжать. Мне нормально здесь, в Москве, я работаю нормально, у нас хороший продюсер. Ира, что значит нормально? Что значит в Москве? Я предлагаю тебе завевать весь мир. Ты будешь лучше Бритни Спирс, ты будешь лучше Мадонны, ты будешь первой. Ты будешь первой российской женщиной, погодите. Вы бы согласились, если бы вам предлагали вот такое вот? Вы бы согласились? К чему сейчас этот разговор? Согласились бы или нет? Предложат, потом узнаешь. Короче, так. Скажи, пожалуйста, мне, значит, ты наотрез отказываешься... Я категорически отказываюсь, я не собираюсь никуда ехать. Я... Ира, тебе нужны деньги. Я принёс небольшую часть своих капиталов, постденьги. Вот, возьми деньги, пятьдесят тысяч долларов. Деньги, 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 деньги. Не нужны мне деньги, ты знаешь, что... Деньги. По-моему, минуту назад вы никто не хотели ехать со спонсором в Америку. Разве не так? Вам предлагали. Но здесь одна сложность есть. У этой группы, у С-17, есть официальный продюсер. Вы с ним-то решали проблему, скажи мне. К этому случаю я готов. Я принёс сюда контракт. Я готов сейчас его здесь, прямо в студии, заключить с продюсером группы С-17. Я хочу, чтобы продюсер вашей группы порвал контракт с Ириной и подписал контракт со мной. Я готов заплатить за Иру пятьдесят тысяч долларов. Ну, вообще, моё согласие тоже необходимо для этого, да? Это выкуп, Ира. Какой выкуп? Я что, овца, который на базаре покупают? Господи, солнышко моё. Нет, тут ты права, да, ты не овца на базаре. Ира, пойми, ты пойми одну простую вещь. Я хочу сделать из тебя мегазвезду, мирового масштаба. А можно узнать, а с чего взялась, с какого потолка взялась цифра в пятьдесят тысяч уе? А вдруг человек, а я представляю, как русские продюсеры ведут такие переговоры, назовёт цифру в пять раз большую. Я готов на любую сумму. В шесть раз большую. Готов. Давайте смотреть на вещи реально. Ребят, в сто раз большую не отдадут даже за Серёгу Пенкина, ребят. А он самый голосистый, самый голосистый, простите, птаха на земле российской. После Баскова. После кого? После Баскова. После кого? Шутка. Я просто предположил до появления в студии человека, который носит почтенный титул продюсера. Я хотел бы объявить его громогласно. Я думаю, для него многое здесь будет откровением. И он является носителем репутации следующей. Человек-каток. Ходячий калькулятор. Докатились. Бойся. Мастер-гильотинный продюсер Андрей. Приветствую. Ну и что вы здесь за базар здесь устроили, а? Что из-за какого-то фотографии в интернете? Здесь позор всей группы на всю страну. Что за торг здесь? Какие деньги? Что за деньги? Присядь вначале, присядь. Я? Присядь. Ну отлично. Сейчас, секундочку. Вы, господин продюсер, самый главный человек для этих девушек. Да. Самый главный человек. Только что, во всеуслышание, была объявлена, опубликована готовность нашим соотечественникам, живущим в Америке, готовность купить у вас девушку Ирину за 50 тысяч долларов. Меня эта сумма смутила. Ваш комментарий. Ирину и кефир еще ящик, может быть, нет? За 50 тысяч. Ты что, с ума сошел? 50 тысяч. Я слышал сейчас этот базар, ненужный совершенно. Я слышал, что ты ответил. Андрюшечка, дорогой мой, это был не базар. Андрюшечка. Андрюшечка. Ты съехал совершенно. Нормально, деликатно. Деликатно, официантом, погоди. Полетела, полетела, погоди. Согласен. Не надо у меня, я фразу-то говорю, можно? Ну хорошо, пи***ь дальше, давай. По-русски, да. Нет, секундочку, ты не обращай внимания на мои слова. Как хочу, так и говорю. Вы же у меня в гостях, держите дистанцию между мной и собой. Продюсер пришел, покупай, а девушку у продюсера. В общем, Андрей, у меня к вам деловое предложение. Я хочу, чтобы вы спокойно выслушали меня. Я сядю, нормально, подожди, это уже вот так, давай. Да, сядь, нормально. Дело в том, что я хочу увезти Иру из России в Америку. У меня большие связи, я хочу сделать из нее звезду мировой величины. В России с тобой. Я не могу сказать. Она этого делать не сможет, это не важно. Назови сумму, которая тебе показалась бы нормальной, адекватной компенсацией за утерю такого важного персонажа, если ты вообще в принципе согласен. Нет, это невозможно. Терять. Возможно, возможно, все, назови цифру. Ты же сейчас сказал уже все, теперь я хочу сказать. Да, пожалуйста. Ты человек расслабленный. Да, Андрей, говори. Позитивный совершенно. Да, я слушаю. Продавать Иру просто невозможно, это нереально. Но, конечно, чисто гипотетически я хотел бы услышать, о какой сумме может идти речь. Я не прошу продавать Иру, я прошу порвать с ней контракт. Ты торговец черным деревом на гору? Я не торговец черным негром. Негром. Ну, какие деньги у тебя есть? Все это не понимают. Какие деньги? Деньги какие, эй? Какие деньги? Назови мне сумму, за которую ты порвешь контракт с Ириной, и я заключу с ней новый контракт. Он задает вопрос, каковы твои представления о сумме, и на что ты готов пойти ради Ирины. Я готов пойти на все ради Ирины, только чтобы она ушла из этой группы. Не продешеви, Андрей. Ушла от этого продюсера. Я подошла сюда привела. 200 тысяч. Чем я тебе не нравлюсь? Посмотри, я красавчик какой. Смотри. Забирай меня в Америку, хочу сказать. Чему продюсер не нравится? Ну, что же дела вообще? Девчонки меня любят. Слушай, смотри, сейчас ты доиграешь до того, что он тебя с собой увезет в Америку. Поехали, слушай, давай, действительно. И через три года Рикки Мартин, через пять лет Гарри Барлоу, а через восемь лет заменишь меня на ток-шоу «Большой куш». Вдвоем будем вести, давай. Та же схема, только с переначиванием. Я хочу сказать тебе, что ты пропустил мимо ушей цифру. Цифра была названа 200 тысяч долларов. Я скажу тебе откровенно, Родину продал за 50 уе. Не продешеви сейчас, не продешеви. 200 тысяч. Кажется ли, эта сумма кажется ли тебе адекватной? Ну, давай увеличим в два раза, вот как ты, например. А что за торг идёт непонятный вообще? Просто шутим, просто шутим. Я понимаю, можно я скажу? Да. Слушай, будьте деликатными людьми. О, прости меня, я обидел тебя. Я прощаю. Ира. Боленый какой-то. Ну, хорошо, давай, вот 50 тысяч, да? Давай, Ира. 100 тысяч. 150 тысяч. Позволь мне поговорить с Ириной, дорогой мой. Дружи в тюрьме, что ли, свидания какие-то. Ирочка. Милиция сейчас придёт. Андрей, позволь мне. Ирина не хочет быть предметом торга. Обратите внимание на Ирину уже. У неё контракт на пять лет. Всё, что она говорит, говорю я. Я на самом деле чувствую себя каким-то батоном хлеба, который в магазине. Ирочка, позволь, позволь, я прошу прощения, если тебе так кажется. Ира, позволь спросить тебя. Может быть, ты... Ира, погоди, Ирочка. Я вообще не понимаю, как в том торге. Может быть, теречит ли, я вообще не согласна. Никакого торга не будет. Ира, может быть, ты не хочешь ехать в Америку одна? Хорошо, я согласен. Увести всех четырёх девушек, всю вашу группу. Я сделаю у вас новые спайс-гёрл. Слушай, чё, а нас, главное, не спроси. Я хочу, как человек меркантильный, добиться при всём праведном возмущении Ирины логического разрешения этой истории. Сумму назовите и сделайте что-нибудь с деньгами. Давай поговорим. Сумму назовёшь, когда я говорю. Это что такое уговорение? Стоп, вообще, праздник... Хорошо, я вместо, я вместо, я вместо гостя проведу. Андрей, Андрей, я вместо гостя проведу торг. Да. Ага, ага, если я в доле. Двадцать процентов. Ага, ага, и это ты называешь долей? Двадцать пять. Двадцать процентов за то, чтобы ты стал богаче Юрия Айзеншписа? Ага, ну тогда ты тоже станешь богаче. Триста тысяч долларов. Готовы мы такую сумму? Это мало, 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 без проблем. Триста, подписываем к вам. Я под гостя и квартира в мытищах, да? Триста пятьдесят. Нет. Четыреста, может так. Четыреста двадцать, да, на чем, может, скажешь сейчас? И двадцать два цента. Нет, мы пашем. Четыреста тысяч и не долларом больше, потому что с увеличивающейся суммой тает мой процент. Все, ты согласен, пятьсот тысяч. Пятьсот. Пятьсот. Все. Ира, тебя продают. Исторический момент, аплодисменты в зале. Аплодисменты в зале. Что это делать? Вообще. Поставь. Поставь. Слышишь? Ознакомься. Мы что, рабы? Я не понимаю. Распишись, потом распишусь я. Рабы. Короче, все. Так, 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 спокойно. Мы сейчас выйдем и пойдем к юристам. Это не моя ручка, я не буду ядомиться. Девушки, спокойно. Держи. Вы не понимаете, что вас ждет. Спокойно будешь ты в участке. Ира, Ира, он утверждает, что потом будете благодарить. Есть, все, есть, 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 есть. Подписан контракт, и у меня есть пятьсот. Привет, девчонки. Сразу после того, как, сразу после того, как почтенная аудитория, канал СТС с помощью чего? Ира. Станет еще богаче, мы вернемся на ток-шоу «Большой кусь». Под соусом ожесточенных разборок мы выясняем кое-что важное про себя и в общем смысле про жизнь. Такое происходит только на ток-шоу «Большой кусь» на канале СТС. Вместе 15, 17, 96. Лучшие подруги российской Бритни Спирс решили организовать ее личную жизнь и нашли ей жениха, спонсора Василия. Василий мечтает увезти Ирину в Америку и сделать из нее звезду. Ему удалось уломать продюсера группы С-17 за сумму в 500 тысяч У-Е. Как я не пытаюсь ток-шоу «Большой кусь» вывести на уровень обсуждения самых нравственных проблем, все равно все заканчивается из-за меня в первую голову словом продажа. Данность, данность выглядит следующим образом. Продали уже, все, продали уже. Комментарии к ситуации любые, с самыми неожиданными лексическими оборотами и поворотами сюжетными. Будь любезен. У меня небольшой комментарий. Я вот девушкам предлагаю кинуть обоих продюсеров, послать их куда подальше и заняться поиском какой-нибудь ненужной им кандидатуры, которая их бы ни в чем не ограничила. Как насчет тебя? Меня? Ну, вполне возможно. Еще 50 тысяч. На самом деле мы так не сделаем, мы это так не оставим, мы их замочим. Ну, замечательно. Я очень сочувствую Ирине, потому что такое хамское отношение к группе, со стороны продюсера их, как он может распоряжаться чем-то без их ведома, собственно говоря, без их как бы согласия. Мне так стыдно, ты знаешь. Я охотно не верю. Я хочу просто сказать, что продюсер, говно полное ваше. Спасибо тебе. Да нет, что ты знаешь. Спасибо тебе, ты одну правду мне сказал. Влада, вообще мать не говорила этого. Ты даже сядь, сядь. Нормальный продюсер не продаст свою группу какому-то просто незнамому кому. Может, я не нахожусь. Просто какой-то кобель, который здесь делает, знает что, извините. Вот и все, что я могу сказать. До свидания. Красавец. Спасибо за точку зрения, за все точки зрения, но мы не выслушали одного человека. Этот человек зовется четвертой участницей группы С-17. Чью сторону она возьмет, какие комментарии мы услышим от нее. Все это дело нескольких секунд, сразу после вызова. Вслушайтесь в элегантную характеристику, аттестующую ее как. Скрытая инфекция. Человек молчун. Ценитель черного юмора и тайный предводитель, господи ты, боже мой, красных муравьев. Прошу вас. Оленька, мы вызвали тебя на ковер с одной просьбой, чтобы ты пролила свет на эту историю, которая началась вот с нормальной человеческой жалобы Ирины. Что ты думаешь по всему этому, обо всей этой истории? На самом деле я знаю Васю. Че? Как бы это мой знакомый. Ага. Вот, это друг моего брата. И я его специально попросила подыграть. Парень-то попал. Ну, на самом деле я не знала, что это получится. Сейчас дадим, дадим сказать, сейчас. Сейчас дадим сказать. Друг твоего брата. Да. Так, дальше. Что его брата, дорогая моя? Слушай, давай ты помолчишь, я сейчас скажу, хорошо? Я его знаю и знаю довольно-таки... Чего вы думаете молчать? Значит, Вася, Вася не от Джорджа Буша приехал к нам. Нет, я вообще не знаю. Все наговори. Вообще, какой ахинеи ты здесь несешь. Я несу не ахинеи. Ты вообще, ты из чего это взял-то? Сразу с день, что я не брал сюда. Да, ты проверь. Василий, ну и идиотом же ты выставил Андрюху. Нет, нормально. Подожди, подожди. Кто это вообще? А с какой целью? С той же, с какой девушкой хотели помочь Ирине, твоей подруге? С какой целью ты подбила на эту провокацию Васю? Хотя он отрицает все. Что она говорит? Нет, я хотела проверить Иру. Ир, ты, конечно, извини меня. Я как бы не думала, что так все получится, что этот придурок притащится сюда. И вообще... Я не придурок. Тем более возьмет деньги. Я хотела проверить Иру, поскольку она всегда такая хорошая, такая только по любви. Я думала, просто поведется она на деньги или нет. Все, ну, как бы... А откуда тогда он притащил деньги? Откуда у него деньги у Васи? Я не знаю. Кого вы слушаете? Я не знаю вообще. Оль, деньги, можете проверить, это настоящий доллар. Это лишь небольшая часть моего капитала. Я действительно живу в Америке, не надо окать. А кто может подтвердить, что это был розыгрыш? И у тебя есть какие-то документальные свидетельства? Твоего брата я не вижу. Кто может... Да, на самом деле я пришла не одна. Я пришла с бабушкой Васей. Бабушка? Да. Это Дарья Петровна, которая... Сейчас батя сидит и вспоминает. А кто у меня бабушка? Кто у меня бабушка? Нет, на самом деле, если как бы вы мне не верите, то я надеюсь, бабушке вы поверите. Ты приедешь. Что мне остается? Я-то знал про бабушку. И я готов... Я-то знал про бабушку. Получается, не бабушку, а про бабушку. Я-то знал про бабушку. На ток-шоу «Большой куш» вызывается единственный человек, на которого можно уповать в случае с группой С-17. Мастер колыбельных песен, хранительница семейного очага. Прошу вас, Дарья Петровна. Батя, ну как же ты мог так сделать? Ну ты же знаешь прекрасно, что эти деньги... Бабушка, зачем ты сюда пришла? Батя, люди, ну какой ужас. Забери, ради Бога, эти деньги. Это же невозможно. Это просто невозможно. А как? Ты спасена. Отдайте, отдайте, пожалуйста, эти деньги. Нет, нет, нет. Ну вся семья так долго собиралась. А что случилось, Дарья Петровна? Дарья Петровна, он назывался здесь богатым бизнесменом, живущим уже долгое время в Америке. Ну какой, Атар, он бизнесмен? Он обыкновенный студент, москвич, живёт в Москве. Атар, я, Андрей, я прошу вас отдать эти деньги. Ну пожалуйста. Дарья Петровна, Дарья Петровна, он вам не вернёт. Посмотрите, какая у него собачья морда. Ну куда он вам вернёт деньги? Это не имеет значения. Ну, Андрей, представьте себе, что перед вами ваша мама, ваша бабушка. Я вас умоляю, отдайте эти деньги. Андрей, ты вообще понимаешь? Это не получается. Ну хотите, я перед вами на колени встану? Он подписал. Не-не-не, прошу вас, прошу вас. Дай мне ответ. Делаем, делаем вот так. Я отдаю деньги бабушке, потому что она ни при чём. Ой, спасибо большое. Но этот вот дружище, а этот дружище. Такое. Ну давай, отдавай деньги. Да, да, да. Отдавай деньги. Держи. Я не доверяю, поэтому... Так, отдал. Покажите всем, покажите. Поднимите вверх, поднимите руку. Спасибо. Я вам очень благодарна. Этот парень, он поставил меня в неловкую ситуацию. У него будут проблемы, потому что он подписал со мной контракт. Нет. Я прошу тебя быть львом толстым. Подставил одну ягодицу, подставил другую. Что ты делаешь? Вот смотри, что я делаю. Что ты делаешь? Смотри. Так, тихо, 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 тихо. Нет, я сделаю его. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Чтобы я с ним не ссорился, разорви мелкие кусочки перед глазами у всех. Давай, я пока прикрываю. Так, стоп. Ты что делаешь? Да. Вы что, обалдели здесь совместно? Красавец. 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 Должен тебе сказать, когда за тобой приедут, я ни при чем. Пойдем вам поцелуем. Я прошу секьюрити самозванца убрать из студии. Можно я скажу последнее слово? Последнее слово? Говори, говори. Выходи сюда и говори. Я отсюда, можно? Давай, говори. Я прошу прощения всей студии, просто понимаете, в чем дело? Я действительно влюблен в эту девушку, действительно влюблен. Сейчас, тихо. И все, что я сделал, я украл эти деньги, мне действительно стыдно. Мне действительно стыдно, что я украл их, но я действительно люблю Ирину, и я готов был идти на любой шаг. На любой шаг, и я прошу прощения. Все. Я прошу прощения у всех. Спасибо тебе большое. Дай пожать длань. Спасибо тебе большое. Проводите, пожалуйста. Простите. Ирина, я не стал устраивать здесь сюда Линча, чтобы не ранить его. А какую-нибудь взаимность он может рассчитывать? Вот этот парень. Я могу с ним? Нет. Нет. Контракт с тобой. Продюсер возродил свои обязанности. Я хотел бы сказать вам... Я хотел бы сказать вам, что у меня сомнения по поводу того, и колебания по поводу того, кому вручать большой куш в виде гран-при нашего Сан-Рэмовского фестиваля. Я хотел бы... Я хотел бы вручить ее все-таки человеку с гордым званием продюсер. Продюсер Андрей. Дайте мне для продюсера печать. На лоб. Нет, не на лоб. Нет, не на лоб. Он поступил... Он поступил... Дай мне внутреннюю сторону. На лоб, а на лоб. Вот сюда. Покажи в камеру. Это традиция ток-шоу «Большой куш». Жму тебе длань. Продюсер Андрей. К 23 годам каждая четвертая москвича остается девушкой. И во всем виноват этот врач. Простите наглеца. Главное, чтобы была достаточно долгая эрекция. А что... Как это выглядит все технически? Прелеща некрасивая. С кем вы спите сейчас? Она целый рот и могла пи***ть, и мало было. Я ее не смог удовлетворить. Вот он, рецептор номер один. Я бросил девять и раз. Счастье какое. Он оказался д*****м персонажем-то. А я и не сомневался. Я проверю сейчас. Оля там в порядке. Под*****м на монитор всегда успеешь. Ты там такой. Ты все, рэки не работаешь. Отказался. Очередная порция человеческих страстей. Подлинных человеческих страстей. На ток-шоу «Большой куш». Мы не продали Ирину. Мы не продаем хороших девушек. Но интернет по-прежнему зло. Оставьте за мной право считать так до конца программы и впредь. Я считаю, что сегодня нам всем был преподнесен урок. Деньги – это еще не все. Хотя даже я в этом сомневаюсь. До встречи на ток-шоу «Большой куш». Деньги – это еще не все.